Телекомпания Веневисион представляет Субтитры создавал DimaTorzok Композиторы Пабло и Виктор Эскалона Операторы Элио Мачадо и Джонни Феблес Главный продюсер Мануэль Фраиз Грихальба Режиссер Сесар Боливор Любовь сводит с ума Сеньора де Сантано, я приехал сюда как судья, ведущий это дело И не только представляю закон, но и гарантирую его исполнение А я судебный пристав, сеньора И прислан сюда судом для процедуры секвестра особняка Нет, я категорически возражаю, я против Сеньора де Сантано, сожалею, но, как вы сами понимаете, я обязан действовать Прошу вас ознакомиться с постановлением Я не собираюсь ничего читать без своего адвоката, его сейчас нет Так что не знаю, как мы выйдем из этого положения Мне очень жаль, сеньора, выход только один Не препятствовать секвестру Что случилось? Мара, что здесь происходит? Мама, в чем дело? Мара, как хорошо, что ты приехала Пабло Мартинес хочет отнять у меня дом Он решил его украсть, присвоить тебе наш дом Вас никто не собирается обкрадывать, сеньора Мы действуем строго в рамках закона Пожалуйста, окажите содействие, чтобы избежать неприятностей Убирайтесь из моего дома Покиньте мой дом немедленно, на сию минуту Сейчас я вас положу Как ты мог упасть, Арнальдо? Попытался встать на ноги и тут же рухнул на пол Так нельзя, Арнальдо Ты слишком торопишься снова ходить Любое падение опасно, а в твоем случае вдвойне? Да, да, Скарлетт, я это знаю, поверь Я убедился, все попытки встать на ноги бесполезны Больше этого не повторится Мои ноги абсолютно мертвы Абсолютно Нельзя отчаиваться, Арнальдо Положись на Скарлетт Она занимается твоим лечением и скажет, когда ты сможешь встать Да, да, разумеется, больше никаких попыток Нам лучше оставить тебя одного, чтобы ты мог отдохнуть После падения тебе нужно прийти в себя, да и нам тоже Отдыхай, поспи Пойдемте Как я все разыграл Мне удалось их всех обмануть Сеньора де Сантана, мы действуем строго в рамках закона Мара, надо что-то делать Позвони адвокату Ты должна с кем-нибудь посоветоваться Нельзя допустить, чтобы у нас дом отобрали Мама, прошу тебя Если судья и пристав говорят, что действуют в рамках закона Мы ничего не можем сделать Пойми Как это ничего не можем сделать? Это произвол Они не могут так с нами поступить Ты хочешь выгнать меня из дома, да? Решил свести со мной счеты Ты этого добиваешься Девочка моя, где ты была? В комнате Арнальдо Он попытался встать и упал И сильно ударился, милая Нет, отделался легким испугом Доченька Пабло Мартинос вечером уехал в Каракас И не вернется Да Но мне это все равно, Нану Луиса Я вынуждена с ним порвать Угать, что не люблю его Иначе Ракель все расскажет Арнальдо Вот и хорошо, Фернандо Тебе лучше не общаться с Пабло Тогда Синьор Арнальдо ни о чем не узнает На, Нану Луиса, я очень подавлена И дело не только в угрозах Ракель Пабло уехал в Каракас, чтобы выгнать маму Из дома Господа, неужели ничего нельзя сделать, чтобы избежать этого? Если только истец отзовет свой иск А истец, мой клиент, твердо стоит на своем решении Нет, Господи, нет, нет Потише, сеньора Уже поздно, слишком поздно взывать к Богу Я хочу, чтобы вы покинули этот дом Точнее, мой дом Немедленно Обманутая Ракель слушает, кто говорит? Это я, Пабло Сердечный ты мой Не представляешь, как мне хотелось услышать тебя Как дела? Ты уже выставил на улицу ведьму Максимилиану? Да, Максимилиана собирает сейчас свои вещи, чтобы уйти Этот дом теперь по закону мой Какой триумф, милый Поверь, эта новость сделает меня счастливой А когда ты вернешься в поместье? Скоро приеду До встречи Пабло с каждым днем становится все сильнее и сильнее Боже, неужели наступит такой день, когда он узнает, кто убил Романа Господи, не допусти, чтобы он вышел на убийцу Да Можно, сеньор Пабло? Мы с Беатрис хотели спросить, что теперь с нами будет? В каком смысле? Сеньор, вы же теперь новый хозяин этого дома Вот мы интересуемся Вы нас уволите или позволите дальше работать здесь? Нет, я никого увольнять не собираюсь Вы можете продолжать работать в этом доме Больше того, я повышу каждой из вас зарплату Спасибо, сеньор Пабло, вы такой добрый Беатрис, Гладис, пожалуйста, выйдите Помогите моей маме спустить чемоданы Конечно Доволен? Нет К твоему сведению пока еще нет Я буду доволен лишь тогда, когда восстановлю свое честное имя Только тогда То, как ты поступил с моей мамой, сегодня называется местью Справедливостью Другого определения нет Это справедливость Ты уничтожил мою мать Точно так же, как и она меня Двадцать лет тюрьмы Как далеко ты хочешь зайти, Пабло? Ты не знаешь предела Предел Мне диктует моя душа И когда она успокоится Тогда я положу конец своему реваншу и своей мести Но есть небольшая проблема, Мара Мне кажется, моей душе не знать больше покоя Моя ненависть настолько сильна Что не признает границ Боюсь, моя душа будет постоянно находиться в состоянии войны Мара, а ты что здесь делаешь? Как Эдуарда Все кончено, Ванесса Этот дом нам больше не принадлежит Теперь здесь хозяйничает Пабло Мартинес Пабло наконец-то решился Я готова Отвези меня в гостиницу Какую еще гостиницу, мама? Я тебя умоляю, мы едем ко мне домой Тебе не поеду, мне подачек не надо Какие могут быть подачки между матерью и дочерью? Пожалуйста, мама Мой дом, это твой дом Поехали в мою квартиру Ладно, но только временно Хорошо едем Кто бы мог подумать Единственную и неповторимую Непобедимую Донью Максимилиано Сантану Вышвырнули из собственного дома Мама, пожалуйста, прекрати, Ванесса Вот видишь, чем все закончилось, бабуля? Ты всю жизнь презирала меня, найденыша А сейчас сама нашла приют в квартире Мары А я хоть и не являюсь Сантаной И дальше буду жить в твоем бывшем доме Вот так Разумеется, ты сможешь здесь остаться Ты не представляешь, как много для меня это значит Спасибо, Пабло, что оставляешь меня Живи здесь сколько захочешь Но смотри Не проболтайся, Арисменди, обо мне И Фернанди Если ты причинишь зло Фернанди Я буду безжалостен к тебе Обещаю, Пабло Автоответчик Мара, это я, Фернандо Пожалуйста, как только сможешь, тут же мне позвони Я хочу знать, что там с мамой, Пабло И нашим домом Ступай, Хончу Да, хозяин Обрадовался, когда я упал? Арнадо, ради Бога Как ты можешь так говорить? А где же твой возлюбленный? Кружит вокруг поместье? Это тот самый негодяй, что убил твоего брата Пожалуйста, хватит меня мучить Рано или поздно я об этом узнаю Я все выясню, Фернандо Извините, хозяин К вам гости пришли Отвези меня Арнадо Арнадо не должен узнать правду Не должен Все ваши вещи здесь, Донни Максимилиано Спасибо, Диего Подожди на кухне Мама, прошу тебя Иди сюда и садись Чувствуй себя как дома Браво Браво Браво, сестренка Для меня это незабываемый момент Видеть, как ты ищешь пристанище у дочери Невероятно Всемогущая Максимилиано Ди Сантана Раздавлена своим злейшим врагом Паблом Мартинесом Здравствуйте Привет, Арнадо Как поживаешь? Зачем вы приехали в поместье? Я тебе сейчас объясню Это ненормальная Лили Ее мамаша Рассказали Вивиане Джибелле Мы с ней в одном доме живем Да, крестная Что тебя паралич разбил А мы с Вивианой дружим Она сообщила об этом крестной А крестная мне Мы решили приехать Синьор Арнадо Я так расстроилась Когда узнала, что у вас ноги отнялись И тут же сказала своей куколке Нам по-любому надо до него добраться И справиться о здоровье Вот мы и здесь Это понятно Но где вы раздобыли адрес поместья? Так это же легко Альвида рассказала, где вы живете Астрид Каролине Эреро Она тоже с нами в одном доме живет И мы с ней в приятельских отношениях Ну да, Астрид Каролина дала мне адрес Я девочку свою подхватила И говорю, как угодно Но мы должны добраться туда Слушай, а тебя так скрутило надолго Ты же скоро на ноги встанешь, правда? Конечно, да Привет! Привет! Вы что здесь забыли? Нет, нет, постой Спрашивать буду я А можно узнать, что здесь делают Эти ведьмы Арнальда? Вошибница, ты должна меня слушаться Я же тебя дрессирую Надеюсь, еще один круг Пабло приехал Стой, как мертвая Замри А вот и я Паблис, откуда такая шикарная тачка? Да вот только что купил И не только этот мини-вен, но еще и два седана Тебе и себе Что? Поцелуй меня Какой же ты заботливый Подожди минуточку, Ракель Не надо То, что я подарил тебе машину Совершенно ничего не значит Я по-прежнему думаю, что нам Лучше Развестись Пабло, ну зачем тебе развод? Чтобы тут же броситься к Фернаде? Как ты не понимаешь Она не может развестись Арнальда Как минимум до тех пор Пока он не встанет на ноги А если Арнальда узнает, что было и есть между вами Он способен вас обоих убить Рано или поздно Арнальда узнает правду Ему станет известно, что я Очень люблю Фернанду Пабло Как ты можешь мне об этом так бесцеремонно заявлять? Любимый Дай мне еще один шанс Я хочу сделать тебя счастливым, Пабло Хочу, чтобы твоя жизнь стала одним бесконечным праздником И вообще я хочу вернуть тебе улыбку У тебя бесподобная, очаровательная улыбка Ну давай Улыбнись Вот видишь, у тебя даже глаза преображаются Так Пабло Мартинес отобрал у тебя особняк Наконец-то он вышвырнул тебя на улицу Смейся сколько угодно Твои насмешки меня не задевают Неужели? Говоришь, мои насмешки тебя не задевают? Я рада видеть тебя растоптанной Поверженной Я не растоптанной Пабло Мартинесу не удастся меня повергнуть Хватит! Прекратите Давайте постараемся сохранять приличие Раз уж нам придется жить вместе в этом доме Я прошу вас Прекратите ругаться Мама, пойдем, я покажу тебе твою комнату Какое чудо Я рада, что Пабло Мартинес отобрал у тебя особняк Точно так же, как ты отобрала у меня любовь, Альберто Приятно видеть, как ты страдаешь Ты даже не представляешь, какое удовольствие Видеть тебя в таком состоянии Послушная, Альберто, зачем вы сюда осла привели? Мы всего лишь хотели вернуть эту скотину хозяину Но так как были поблизости, котик решили тебя навестить И справиться о здоровье Но я даже вообразить не могла Что здесь меня ждет подобный сюрприз Объясни мне, Арнадо Алисмендис, какой стать Эти две гадюки гостят у тебя Да ты сама гадючка, милочка Таких, как ты, еще поискать Самые настоящие гадюки Потому что твоя обожаемая крестница Вовсю заигрывает женатым женихом моей дочери Альвидо, Альвидо, говорите тише Извините, подвиньтесь Мне Арнадо сказал, что никакой он ей не женатый жених Они всего лишь друзья Арнадо, ты же сам говорил? Так, подождите Арнадо, не прикидывайся дурачком А ну-ка объясни Ты сказала этой подстилке, что я твоя подружка? Нет, милочка, зря ты губы раскатала Твоему сведению я не весь Арнадо Алисменди Моего котика Уловила? Эдуардо Роман Значит, ты беременна? Да, любимый Я в положении И подарю тебе ребенка, дорогой Любимый Ты назвала меня любимым С какой стати? Мы провели всего лишь одну ночь, Ирена И только потому, что я был пьян Ты для меня никто Пустое место Ничтожество Роман Сантана никогда не станет Встречаться С жалкой секретаршей Роман Ты, должно быть, шутишь Ты не можешь так Обойтись со мной И со своим ребенком Ирена, я не тащил тебя в койку Если ты влюбилась в меня, это твои проблемы И если ты надеешься стать Сантаной Только потому, что Забеременела от меня Ты сильно ошибаешься Ты для меня никто Тебя не существует Ты Не должен так обращаться со мной Ты меня унижаешь Нельзя быть таким Таким жестоким Слушай, Ирена Завтра в особняке Сантана мы устраиваем званый ужин И после него Я хочу, чтобы ты исчезла И спарилась Вместе со своей беременностью Ты для меня Пустое место Я знать не желаю Ни тебя Ни твоего ребенка Убирайся с глаз моих Пошла вон Это бесчеловечно Жестоко Знай Ты заслуживаешь смерти Того, чтобы я Собственными руками тебя убила Вот чего ты заслуживаешь Чтобы я тебя убила За трусость За жестокость За пренебрежение ко мне И к моему ребенку Ты заслуживаешь Смерти Роман Прости меня Умоляю, прости Так что убирайтесь отсюда Живо Две ведьмы Где ваши метлы На выход Не смеши, милочка Кто ты такая, чтобы гнать меня отсюда Меня отсюда может только один человек Выставить Сеньора Рисмэнди Все правильно И больше никто Согласен Черт возьми Какая жалость, что у вас проблемы со слухом Какая жалость, что вы, похоже, глухие Вам только что объяснили Я невеста, Арнальда Послушай, или ты выгонишь эти косоп отсюда Этих ведьм Без метал Этих грымс Или знаешь, что будет, дорогой? Я такой шум подниму Что Фернанди Тошно станет Лили, пожалуйста Говори потише Еще как Под нему ты убедишься Можно узнать Что здесь происходит? Фернандо Что эти женщины делают в моем доме? Что Лилиана и ее мать Делают в моем доме А эти женщины Кто такие? Послушай, Фернандо Я тебе Сейчас все объясню Именно этого я от тебя и жду, Арнальда Объяснений Сделайте одолжение Уйдите отсюда Мой хозяин хочет поговорить Со своей женой Правильно, местика С кем-с кем? Со своей женой? Да, со своей женой, дорогуша Сеньора Фернандо Жена сеньора Арнальда Вот она что Жена сеньора Арнальда Как неудобно Я тогда пошла Выздоравливайте, сеньора Арнальда До свидания Подожди, пластмассовая кукла Я тебе сейчас покажу Давай, ослик Нам тоже лучше пойти Запахло жареным Альвида, пошли Вот незадача, сеньора Фернандо А сену ходить не хочет Давайте, давайте, шевелитесь Эй, потаскушка Ты что задумала? Ты чего добиваешься? Хочешь, чтобы я обвинила тебя На собрании жильцов, да? Должна сказать Что за мной не станет, милочка Я на ближайшем собрании жильцов Расскажу, что ты не только решила Соблазнить моего любовника Но что ты ко всему еще ненормальная И одержимая Преследуешь его повсюду Нет, нет, сеньорита Лилия Я вам сейчас все объясню Дело в том, что Вивана Джабели Она в нашем доме живет Мы с ней приятельницы Так вот, она рассказала моей крестной и мне, что сеньору Марнальде Случилось несчастье Я теперь напрягован к инвалидной коляске Вот мы и решили всего на все проведать его Поинтересоваться здоровьем Какая заботливая Послушай, меня не проведешь Даже не пытайся Я тебя сразу хочу предупредить Не дай бог Я узнаю, что ты крутишься Возле моего женатого Жениха Тогда поверь, дорогуша Честное слово Я из кожи вылезу Но и тебя, и твою крестную выгонят из дома А знаешь, это так ужасно Оказаться без работы, без крыши над головой Терпеть нужду, лишение Ужас А что будет с той крестной? Даже страшно сказать Ей придется вернуться на Кубу, милочка Причем переправляться туда Она будет на плоту Нет, не надо Честное слово Всеми святыми клянусь Что я никогда больше Никогда в своей жизни На сеньора Арнальда не взгляну Святая правда Именно это я хотела услышать Чтобы ты даже ненароком Не посмела взглянуть на Арнальда Нет, даже пытаться не буду Я ослепну Стану слепой Не волнуйтесь, сеньора Из вашего разрешения До свидания Счастливо оставаться Ну надо же Сколько в мире циничных, наглых, бесстыжих девок На всех мужиков подряд бросаются Даже не сочетаются с тем, что они не свободны Конец света Павлис Ну почему ты не хочешь дать нам с тобой еще один шанс? Как ты не понимаешь? Наша семейная жизнь может еще наладиться Просто один из нас должен постараться Проблема в том, что все не так просто Хорошо Я не спорю, мой дорогой Я тебя понимаю Все будет так, как ты захочешь Только дай мне шанс Я тебе уже говорила, что решение надо принимать спокойно Кроме того, милый Подумай об Иване Иван Сит решит, что его мать ненормальная Сегодня она выходит замуж, а завтра разводится Я должна заботиться об эмоциональной стабильности своего сына Павлис, дорогой, мы давай еще раз все продумаем Дай мне еще одну возможность Не спеши со мною разводиться Ну хорошо, ладно Давай посмотрим, что время покажет А сейчас идем в дом Конечно, я только хочу попробовать новую машину А ты отведи к обыну Хорошо, отведу Если честно, то я никогда Не смогу полюбить Ракель И тем более, если она окажется убийцей Чем раньше я с ней расстанусь, тем лучше Мерзкий осел Я жду объяснений Да Да, разумеется Только прости, Фернандо Чего тут объяснять? Лили со своей матерью приехали меня навестить Поинтересоваться моим здоровьем А две другие женщины, их приятельницы Я с ними не знаком То есть ты не только прижил дочку с Кристиной Но еще и продолжай встречаться с Лилианой Что? С Лилианой? Нет, нет, Фернандо Мы с Лили только Друзья И не надо Выставлять меня предателем Как я могу изменять тебе, сидя В инвалидной коляске? Нет, конечно Хочешь сделать из меня лавеласа? А вот ты как раз мне изменяешь Наставляешь рога с другим мужчиной Он крутится возле тебя Можно сказать Поселился в нашей местности Поселился Хочешь с больной головы переложить на здоровую? Нет, нет, нет Зачем мне это делать? Дела обстоят так, как обстоят И точка Но для тебя лафа закончится, когда я снова смогу ходить А сейчас разреши мне проехать Я так напугана, мама Что сказала сеньора Фернандо? Мне не хочется возвращаться в дом Как стыдно перед этой сеньорой Мне было очень неловко Ну, конечно Как стыдно перед этой сеньорой Мне теперь все яснее и ясного Говоришь, ты супруга сеньора Арис Менди А на самом деле обычная любовница Как я поняла, он женат на сеньоре С которой мы сейчас Только что встретились в доме Ты самозванка, милочка Она уж нет Нет, нет, нет Послушай, Кубинка Я не позволю меня оскорблять Кто ты такая, чтобы мне морали читать? И вообще, мое терпение лопнуло Ты меня достала Ты и твоя крестница И знаешь, что я сделаю, милочка? На первом же собрании жильцов нашего дома Потребую выселить вас Выгнать поганой метлой Айпих Да что ты Не знаю, что ты о себе возомнила Только мне твои угрозы, как об стенку горох Можешь, из кожи вылезти А я возьму и подговорю всех артистов из Веневисиона Которые в нашем доме живут Потребовать выселение двух ненормальных Держащих в квартире осла Вам больше нечего делать в поместье Давайте, давайте, на выход Да, да, мистик, мы уже уходим И знаешь, я оставлю тебе на память этого ослика Найдешь его там, на дороге Можешь пользоваться Не надо ей ничего оставлять Я привязалась к своему ослику Мы с ним подружились, детка Он такой ласковый, послушный А ты его хочешь подарить? Да, хочу подарить Пусть забирает себе Нам придется попутку до каракаса ловить Я оставлю этого осла у дороги Идем, ослик, идем Разрешите? Я, Ланда Как Эдуардо? По-прежнему без сознания Когда же кончится эта черная полоса? Ванесса меня ненавидит Свадьба моей племянницы закончилась скандалом Эдуардо попал в больницу А моя мама потеряла свой дом Что ты сказала про Максимилиану? Да, Ланда Пабло Мартинес забрал у моей матери дом Он был заложен и залог перешел к Мартинесу И Пабло потребовал его Особняк семейства Сантана Теперь принадлежит ему Извини, Ланда Пойду навещу Эдуардо Пабло Мартинес Каждым днем становится все сильнее Этого человека Переполняет ненависть Ведь он заплатил за преступление, которого не совершал Потребует Максимилиана оставить моего мужа в покое Твоя мать хочет разрушить мой брак Иоланда, у меня слишком много работы, чтобы зря терять время Выслушивая твое нытье Если моя мать путается с твоим мужем, Лусьяно Это не мои проблемы Это касается только вас Как старший сын, ты обязан с ней поговорить? Роман, прошу тебя, ты должен мне помочь Я не хочу потерять своего мужа Мне все равно, распадется твой брак или нет Убирайся из моего кабинета, и мне это неинтересно Ты такой же подлый и развращенный, как и Максимилиана Ты заслуживаешь смерти, Роман Собаки собачьей смерти Убирайся Пошла вон Роман 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 Ты заслужил такую смерть Негодяя Пабло Мартинесу достался мой дом И теперь, Максимилиана Что ты будешь делать теперь? Куда вас отвезти, донья Максимилиана? В поместье Задыхайся от злости, сестрянка И хотя Пабло Мартинес для меня тоже представляет угрозу Я очень рада, что он взял над тобой верх Получается, у нас больше не дома в Каракосе, мама? Да, милая Особняк семьи Сантана принадлежит теперь Пабло Но почему он так поступил? Почему он не дал бабушке время выкупить у него залог? Я не знаю Не знаю Ничего не понимаю Получается Пабло не такой уж и хороший, как я думала Если он посмел выгнать мою бабушку на улицу, значит, грош ему цена, мама Я все ему выскажу Нет, Анна, пожалуйста, держись от этого в стороне Нет Я не могу, мама Я привязалась к Пабло Мне хотелось, чтобы мой отец был похож на него Но теперь, когда он так поступил, я потеряла к нему всякое уважение И кроме презрения ничего больше не испытываю Нет, дочка, ты не можешь презирать Пабло Еще как могу маму Он обидел мою бабушку и заслуживает только презрения Да ну тебя, Лили Что такое? Ты же сказала, что автобусная остановка в двух шагах А мы полчаса как тащимся, я уже с ног валюсь Ама, Нихнич, не надо, я больше твоего устала Ты хотя бы на осли ехала Мы скоро придем Зачем ты подарил моего ослика? Он такой ласковый, такой послушный был Я бы сейчас сидела на своем ослике, и мне бы не пришлось за тобой тащиться из последних сил Мама, ты так будешь всю дорогу мне на мозги капать? Эту скотину твоего осла я видеть уже не могла Из-за него нас могут выселить из дома, где одни звезды живут Неужели непонятно? Я буду скучать по своему ослику Я же его и тариком, и одеколончиком, чтобы он не пахнул бедненький У меня хорошо Каким еще одеколончиком, мама? Ты только подумай, что из-за этой скотины нам придется возвращаться в клоповник Пансион испанки Ты представляешь? Это же та самая ненормальная, стащившая с меня парик И ее дочка Ракелита, теперь ты сможешь ему отомстить Я не хочу идти пешком В следующий раз будешь знать, как парики стаскивать, пугало огородное Нахалка Крашеная блондинка, стерва Мамуля Я не могу глаза открыть Мамочка, я тебе сейчас их вытру, подожди Позволите, хозяин Налей мне еще Семь минуту Хозяин Вы должны кое-что знать Я несколько раз видел, как сеньор Пабло Разговаривал с хозяйкой вашей женой А еще я видел Как он выходил из спальни сеньора Фернандо Не нужно было говорить Ане Марии, что Пабло забрал себе наш дом в Каракасе Теперь она возненавидит своего родного отца Говоришь, что видел, как Пабло выходил из спальни моей жены? Все правильно, хозяин А ты слышал, о чем они там разговаривали? Нет, пока еще не удалось Что Пабло Мартинес мог делать в спальне моей жены? Зачем он к ней ходит? Извините, не знал, что вы здесь Нет, нет, не волнуйся, Мартинес Останься Давай выпьем Хуанчо Слушаю, хозяин Налей Пабло выпить Хуанчо мне сказал, что видел, как ты выходил из комнаты моей жены Да, мы Несколько раз беседовали в ее комнате А почему в ее комнате, а не в гостиной или столовой Ну, потому что это был частный разговор А мне бы хотелось знать, что это за частные разговоры у вас такие Речь шла о ее матери, Доне Максимилиане И моих планах забрать у нее особняк Я как раз об этом хотел тебя спросить За что ты так сильно ненавидишь мою тещу? Я не обязан давать тебе объяснение, Ресминди Девочка моя Что случилось, Нан Луиса? Хуанчо, этот негодяй, сказал твоему мужу Что видел, как Пабло Мартинес выходил из этой комнаты Что? Да, дочка Так в этом доме живет маргинал, бездельник, паразит Мемоса Своей женой Ты сказал, в доме? Нет, Эмиле Это жалкая халупа Ладно, мы зайдем в эту халупу И я расскажу о Сауре, что Анна-Мария ждет ребенка от маргинала Мемо Стану стукачем Мне еще повезло, что я смог уговорить Тобиаса ничего не говорить по истории Иначе бы он выложил ей всю правду Признался, что ему известно, кто отец Сауре Тобиас сегодня явно не в духе Мне показалось, он хотел что-то важное мне сказать, но потом передумал И промолчал Иду Кого это там принесло? Минутку Скажите Ты же работаешь прислугой в доме Арнальдо Аресминди Ну, конечно Это ты на моей свадьбе была Нана, Луиса, подождите, что именно Хуанчо рассказал Арнальдо? Не знаю, доченька Я только слышала, как он говорил, что видел Пабло Мартинеса, выходящего из твоей комнаты Этот негодяй, мистика, глаз с тебя не спускают Получается, Арнальдо знает правду Ему уже известно, что мы Шракель Тот самый Пабло Мартинес, которого я люблю всю свою жизнь Не знаю Все зависит от того, что именно ему рассказал Хуанчо На русский язык фильм озвучен компанией Зон Вижн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok